Будущие повара и кондитеры Наринмара провели кулинарный поединок. В арсенале каждого участника знания, немного фантазий и навыки, приобретенные за время учебы. Сегодня Нинецкое профессиональное училище – единственный источник дипломированных деятелей кухни. Из оленины, из картофеля, из брусники, из грибов, сливок, сыра. Как готовится? Ну, как готовится, как жаркое, только немного по-другому. Рецепт северного горшочка довольно прост, как и вся северная кухня. Именно ей Елена отдала предпочтение при выборе блюда на конкурс профмастерства. На варнике, откуда родом Елена, оленина – основной продукт питания. Мясо оленя у поваров считается сложным, и готовить его надо с умом. Например, обжаривать на сильном огне, чтобы сок остался внутри. В качестве национальной изюминки Елена добавила бруснику. Она придаст кислинку и свежесть блюду. Дарье больше нравится свинина. В рулете «Фаворит» тоже всё сбалансировано – мясо, овощи, сырный соус. Свинину обиваю, потом пассирую лук, морковку, перец болгарский, натираю сыр. Это всё перемешиваю, начиняю, делаю рулет и запекаю в фольге. Конкурсанты – повара ещё не опытные, но поварёшку в руках держали. На втором курсе студенты уже знают технологию приготовления и обработки основных продуктов. Знания обязательно закрепляются в ресторанах и кафе города. Многие практиканты после учёбы остаются там работать. К слову, повар – одна из популярных профессий в Ненецком профессиональном училище. Мы ежегодно ведём приём по данной профессии – повар-кондитер. То есть в этом учебном году, в 2014-2015, у нас обучалось три группы. Ребята практически все трудоустраиваются, потому что действительно профессия востребована на рынке труда. Да, у нас и в городе, и в округе дети уезжают в село. Тоже практически все трудоустроены на селе. Конкурс профмастерства – обязательный элемент в обучении вот уже который год. Участники не только практикуются, но и получают советы опытных коллег. Конкурс почему проводится? Потому что они друг на друга смотрят, друг у друга учатся. И это всё стимулирует к росту, чтобы интересно было жить, работать. Когда блюдо почти готово, самое время его сервировать. Костя к медальонам поохотничьей приготовил тушёные овощи. Украсил свежими огурцами, помидорами черри и петрушкой. В таком виде конкурсную работу можно презентовать жюри. Помимо технологии приготовления, участник должен знать срок хранения, температуру подачи и описать его внешний вид. Лучше всего это удалось Яне Калугиной с блюдом из курицы «Чародейка». В кулинарном деле она предпочитает не экспериментировать и придерживает сомнения «всё оригинальное просто». Вот сейчас, которая у нас была практика в Фениксе, там мы делали такие же рулеты. Я подумала, что мне будет легче, потому что я знаю, как вот эти рулеты делать. И подумала, может, такое взять. Легче будет. Второе место досталось Константину Лаптандер, третье – Дарье Калугиной. Все участники получили дипломы и кухонную технику. Валентина Чибичек, Вадим Стасюк, Телеканал «Север».